Всем привет! Это первое видео на моём YouTube-канале, к которому я подготовилась текстово. Я распечатала и подготовила текст, потому что просто так я бы не смогла структурировать столько информации, говоря на видео. И как вы могли уже догадаться, это видео будет о моём похудении. Поговорим о том, как я худела до состояния скелета, а потом набирала в два раза больше, чем была до того, как начинала худеть. Для меня это определённый выход из зоны комфорта, потому что об этих темах я говорила только с близкими, и только близкие видели то, как я мучилась и радовалась, и наоборот. И я мало где этим делилась, поэтому давайте начнём. Думаю, что очень многие сталкивались с тем, с чем столкнулась я, поэтому я очень надеюсь, что это видео поможет кому-то преодолеть трудности, кого-то вдохновит и смотивирует. Вообще, если начинать с корней всей истории, с РПП и аналексией, то это касается ещё и моего пограничного расстройства личности. Об этом я выпускала подкаст, поэтому советую посмотреть его, так как все эти расстройства, они друг с другом связаны. Если что, никаких самодиагнозов и самолечений. Я нахожусь в терапии, на медикаментозном лечении и на наблюдении у психотерапевта. Начало берётся с подросткового возраста, но мы затронем ещё более ранние периоды. С пяти лет я занималась спортивно-бальными танцами, и пара историй тоже были оттуда. Вообще, я сама по себе была всегда худенькой, стройной, и ничто не могло предвещать беды. В период бально-спортивных танцев не было никаких диет, не было никаких взвешиваний и контроля веса. Была лишь единственная ситуация, которую я вспомнила, когда на тренировке, наверное, мне было лет 10-11, мой партнёр решил пошутить и спросить, почему я такая большая, и почему я... и потолстела ли я. Честно, я не знаю, с чем это было связано, потому что я никак не толстела, и я была, повторюсь же, маленькой и стройной. Но это меня очень задело, и я расплакалась, и тренер выводила меня из зала, чтобы меня успокоить. Вот такое начало. Вроде бы ничего страшного не произошло, но это очень сильно укоренилось в моей памяти. Нет, укоренилось в моей памяти. Дальше история продолжается после 12 лет, когда я пошла на синхронное плавание. Здесь достаточно логично. Даже люди, которые не разбираются в спорте, могут предположить и знают, что в таких видах спорта, как синхронное плавание, художественное гимнастика, фигурное катание и балет, И это именно те виды спорта, где девочки, к сожалению, жертвуют своим здоровьем, как и физическим, так и психологическим. И как раз к 13-14 годам происходит гормональная перестройка и внешние изменения. И именно тогда я начала взвешиваться и плюс-минус наблюдать, как меняется мой вес. И плюс-минус в это время я услышала первую фразу, которая меня достаточно сильно зацепила, и что повлекло за собой последствия. Мимо проходящая тренер тыкнула меня в ягодицу и сказала, ну ты смотри, не толстей. После чего, конечно же, мои взвешивания стали частью моей жизни. Взвешивалась я сама, и в первом бассейне, где я тренировалась, нас не взвешивали, за этим не следили, поэтому я это делала сама. И помню те самые чувства, когда ты растешь вверх, и видишь, как на весах первая цифра становится не 3, а 4, а потом твой вес достигает 45 килограмм. И потом четверка меняется на пятерку. И вот тут начинается самое веселое. Я доросла до роста 168 сантиметров. Все последующие изменения веса происходили при таком росте. Я всегда пыталась сохранить вес в 55 килограмм. И если мне не изменяет память, где-то в 15-16 лет я попала в заборную Ростовской области по синхронному плаванию и понеслась. Все, что я буду рассказывать далее, я уже проработала с психологом и даже встречалась с тренером. И обговаривала это все лично. Потому что на протяжении 5 лет я ни дня не могла не думать о тех ситуациях, о которых я расскажу. Я не могла не думать о весе, о своей фигуре. И периодически даже просыпалась со слезами, потому что мне снилось, что меня ругают. Так вот, в сборной Ростовской области уже намного серьезнее относились к весу и контролировали этот момент. На тренировках я могла услышать, что я корова, что мои ноги как огорачка. Иногда ко мне могла подойти вторая тренер и невзначай сказать, что-то ты стала больше, а мне кажется, что ты потолстела. Тыкнуть в меня, в мою ягодицу или в ногу и сказать, что можно было бы и похудеть. И вроде бы это не прямые оскорбления и не прямой призыв к тому, чтобы я шла, худела и сидела на диетах. Но вот такие маленькие словечки, эти маленькие фразочки, они потом скапливались как снежный ком. Я начала искать информацию о похудении, о диетах и так далее. Я была одной из тех, кто посещал группу ВК под названием «Типичная анорексичка». Там был сбор больных девочек, которые пытались весить все меньше и меньше и вообще питаться воздухом. Я вычитывала там информацию о некоторых диетах. Диета на воде, диета на яблоках, диета на воздухе или что-нибудь подобное. Я ставила на заставку компьютера и телефона худых-худых девочек, чтобы это была мотивацией для меня. Мои порции с каждым разом становились все меньше и меньше. Иногда часть еды улетала в унитаз, чтобы меня не спалила мама. Дальше я начала пить воду с лимоном и огурцом литрами, потому что опять же вычитала, что это поможет быстрее похудеть. Я стала есть свою пищу с вот таких вот тарелочек и чайной ложкой, потому что опять же вычитала, что это такая некая обманка мозга и это поможет мне весить меньше. В условиях двух тренировок в день плюс дополнительно учебы я могла на завтрак поесть овсянку, взять с собой творог со сметаной, яблоко и морковку. Еще позволяла себе съесть слойку с сыром и грибами после первой тренировки. Первая тренировка могла быть в Ростове, а вторая в Новочеркасске, добираться на автобусах два часа с лишним. И это время было на восстановление и на питание. Все еще напоминаю, это в условиях двух тренировок, это около трех-четырех часов в воде и несколько часов в зале. Это было, мягко говоря, тяжело. В какой-то момент мама меня пресекла, застала меня за очередной истерикой и начала угрожать тем, что не будет отпускать меня на тренировки. Иногда она сидела со мной за ужином и смотрела в мою тарелку, чтобы я все съела. А помимо этого, это тот самый возраст, когда начинается общение с мальчиками. И, к сожалению, был момент, когда про мой вес тоже шутили. И это до сих пор считается шуткой. Могла зайти речь о весе, я говорила о том, что я вешу 51 килограмм. И я просто написала 51, не уточнив, что это килограммы. А меня спросили, 51 тонна? А еще помимо этого, дома меня могли настигать такие фразочки. Я могла впервые за день подойти к холодильнику, где-то к 5-6 вечера. А меня спрашивали, что опять жрешь? Смотри, скоро уже в дверной проем не пройдешь. Это все то, что я говорила ранее. Снежный ком, он накапливался, накапливался. И в итоге я просто не могла есть, не могла видеть себя, не могла вообще воспринимать свое тело. И хотела исчезнуть, просто высохнув с этой планеты. А еще, конечно же, куда без пищевой пленки и всяких антицеллюлитных мазей? Это тот момент, когда ты обмазываешься этими мазями, заматываешь себя в пленку, а еще надеваешь три слоя одежды и идешь бегать. Бегать я ненавидела, но я шла сюда, чтобы сгонять воду и лишние килограммы. И цифра, к которой я все время стремилась, это 49 килограмм. Единственное, что меня беспокоило, чтобы первая цифра была не 5. После этого, конечно же, в какой-то период наступает момент отката. Это тот момент, когда ты себе запрещаешь есть на протяжении какого-то времени, а потом ты набираешь вес. И не только до того момента, с которого ты начала, а плюс еще килограммы, потому что это дичайший стресс для организма. И дальше наступил момент, когда мой вес приблизился к 60 килограммам. И это было 58 килограмм. Забавная история. Я никогда не весила больше 63 килограммов. Но в момент, когда я весила 58, мой мозг настолько воспринял эту цифру, как огромная цифра, как огромное количество килограммов, что я внушила себе, что это было 68 килограмм. Вот настолько большой я себя ощущала. И только совсем недавно, пораскинув мозгами, я поняла, что я никогда не весила 68 килограмм. Это было 58. Ну и, собственно, в этот момент все просто пошло по кругу. И в 17 лет мне максимально сносит крышу. На это влияет очень много факторов. Это 11 класс. Подготовка к экзамену. Когда, да, на тебя в школе наседают о том, что вы ничего не сдадите, вы никуда не поступите. Тебе нужно решить, куда тебе поступать, какие вступительные тебе сдавать. И вообще готовиться к этому днями и ночами. Параллельно у меня происходят сборы и соревнования. Я тренируюсь по несколько раз в день. Это было на каникулах. Это было в выходные. Еще к этим факторам можно приплюсовать то, что это был первый год отношений с Егором. Это первый год отношений на расстоянии. То есть вы можете представить, насколько это было тяжело. Я думаю, что это было одно из самых ярких проявлений моей анорексии и пограничного расстройства личности. Но, к сожалению, тогда это воспринималось по типу, что мы страдаем, а что рыдаем, все нормально и так далее. Но становилось все хуже и хуже. Я поступила в университет и примерно до четвертого курса продолжалась вся эта эпопея с похудениями и с набором веса. И, к сожалению, в 2021 году ушел из жизни мой дедушка, что очень сильно повлияло на мое дальнейшее состояние. Потом постепенно начала за ним уходить и бабушка, и это сильно подкашивало меня. А потом, когда я начала осознавать, что все-таки что-то очень сильно не так, я начала ходить на терапию, и вот там вот мне первый раз сказали о том, что это очень сильно похоже на нервную анорексию. И мне стало страшно. И это тот момент, когда я весила от 49 до 51 килограмма. И в какой-то момент я уже начала пытаться бороться с этим, но у меня ничего не получалось. Мой желудок был примерно вот таких размеров, и туда совершенно ничего не помещалось. И когда я хотела и пыталась набрать вес, у меня ничего не выходило. Аппетита совершенно не было, я не могла запихивать в себя еду. А если я это и делала, то через время я все равно чувствовала вину. В какой-то момент я решила, что, может быть, выходом будет питаться правильно, сесть на ПП, и, конечно же, на помощь пришел всеми любимый Fat Secret, где я вела почет калорий и выбрала себе рацион на 1200 калорий в день. Ну, все понимаем, что, да, такой момент не очень хороший. Ну и все мы понимаем, что 1200 калорий — это не для человека, который хочет вернуться в нормальную форму и жить как человек, а не как ходячий скелет. И это продолжается до прошлой зимы, потому что произошел очень сильный откат, и я с веса 50 приблизилась к 62. И когда я это заметила и осознала, моя ненависть к себе выросла раз в 10. Тогда у меня появилась возможность, и я купила абонемент в зал. Я ходила и изнуряла себя тренировками. Я взвешивалась на этих умных весах, где высчитывался процент жира. Я пыталась это как-то исправить, но в погоне за этим я только ухудшала свое самочувствие. Я пыталась опять питаться правильно, опять на какие-нибудь 1500 калории, вести этот Fat Secret, и была на этом очень сильно зацикленная, но у меня ничего не получалось, и поэтому я ненавидела себя еще больше. И вот почти год назад, когда мне диагностировали пограниченное расстройство личности, я начала медикаментозное лечение и регулярную психотерапию. Уже почти год я раз в 2-3 недели хожу на психотерапию, и это правда мне помогло. Я переосознала очень-очень многие вещи. Я пересмотрела свое отношение к миру, к жизни, к себе, и, конечно же, к своему телу. Я осознала, что пока у тебя есть проблемы в голове, то никакими тренировками, никакими диетами ты себя не спасешь, ты не придешь к тому самому идеалу, потому что ты заключена в порочном круге от 49 до 62 килограмм, и пока проблема не решена в голове, она не решится наяву. И примерно с января месяца у меня появилась цель. Это поехать работать на контракт в Турцию русалкой. И это стало для меня таким двигателем прогресса, потому что я стала осознавать, что мне нужно приходить в спортивную форму. Я поняла, что мне желательно выходить в бассейн и на стадион, чтобы тренировать свою выносливость и хотя бы немножко прийти в спортивную форму. И знаете, каково было мое удивление, когда, не зацикливаясь на весе, оставя цель прийти в спортивную форму и находиться в хорошем состоянии, помогло мне намного больше, чем какие-то изнурительные диеты и тренировки. Полтора-два месяца я готовилась к контракту и уже была на пути к своему идеалу, в котором нахожусь сейчас. Я начала ходить на стадион, но уже совершенно другими мыслами. Начинала просто с четырех кругов пешком, потом добавляла по одному кругу бега. Начала заходить на спортивную площадку, подтягиваться, качать пресс, и это улучшало мое состояние. Я поставила себе цель в подтягиваниях, вернуть свой рекорд. В спортивные годы я подтягивала за 12 раз. Сейчас мой максимум уже 7. Еще раз повторюсь, именно то, что я сменила вектор с того, что мне нужно похудеть на хорошее состояние, именно это мне помогло. Я никак не ограничиваю себя в еде. Даже если это чипсы, шоколадки, я не знаю, бургеры, не ограничиваю себя ни в чем. И дальше я уехала на контракт и достигла своего идеала. При росте 168 сантиметров я вешу 57 килограмм и чувствую себя прекрасно. Тренировки в воде, ежедневная физическая нагрузка в виде шоу и тренировок помогла мне вернуть спортивное телосложение, и физическая нагрузка для меня стала не такой тяжелой, как ранее. И с таким количеством тренировок очень сильно увеличилось потребление пищи. Если бы Ева, которая весит 49 килограмм, узнала, сколько я ела на контракте, она бы просто умерла. Потому что я ела исключительно с заботой о себе. Когда ты переезжаешь на 4 месяца в другую страну, у тебя очень сильно повышается физическая активность. Я никак не пыталась ограничить себя в каких-то продуктах или в количествах порций. Вообще ничего. Никаких ограничений. Именно в этот момент я полюбила себя. Да, иногда у меня бывают откаты, я начинаю немного циклиться на том, как я выгляжу, и могу подумать о том, сколько же я вешу. Но я уже не взвешиваюсь и не опираюсь на цифры, будь то замеры сантиметром или весы. А опираюсь исключительно на самоощущение. И это для меня победа. После возвращения с Турции моя физическая активность упала примерно до нуля. Была акклиматизация, и я просто восстанавливалась. И в какой-то момент я начала чувствовать себя не очень хорошо. Мой аппетит очень сильно пропал, потому что, собственно, я не тратила никакую энергию, и организму еда была не совсем нужна. И я очень вовремя опомнилась. Поэтому я начала постепенно увеличивать свою физическую нагрузку и нормально есть. Вот такая тяжёлая история с счастливым концом. Любите и цените себя. Вы у себя одни. Я буду очень благодарна, если вы проявите активность, поставите лайк, напишите комментарий, подпишитесь на меня здесь и в других соцсетях. И если вдруг эта история вам близка, и вы хотите поделиться чем-то своим в комментариях, то я буду рада это почитать и пообщаться с вами. Я вас люблю. Обнимаю. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok